В начале заседания в зале громко чихнули и сразу вспомнили про грипп. Поскольку болезнь заразная, спикер предложил чихающим не работать, а лечиться. Просим, если чувствуете симптомы болезни, ни в коем случае не приходить на работу. Сразу ко врачу и заниматься лечением. Хорошо, потому что мы ещё, чтобы нам здесь не быть разносчиками инфекции. Пожалуйста, чихающие, лучше покиньте зал на самом деле. Особенно, если это не депутат. Больше в зале не чихали. Кстати, одна из тем сегодняшнего заседания – физкультура и спорт. Спикер сказал, что в ближайшие три года в области построят 15 новых спортивных объектов. На них в областном бюджете есть около 370 миллионов рублей, плюс федеральные средства. Только владимирцев ждёт ещё один фок, плавательный бассейн и крытый каток. Ещё из приятного. Область полностью обеспечивает себя продовольствием. Урожай выше, чем в прошлые годы. Важно, чтобы теперь его брали на реализацию торговые сети. Владимирская пользуется спросом. Кое-что даже подделывают. Владимирский продукт можно смело есть в магазинах. Нет ничего генномодифицированного. А если там что-то есть, то это уже подделки. Не Владимирский продукт. Мы вчера на Сузовском научном заводе были. Они говорят, что продаётся огромное количество Сузовского масла. А на Сузовском заводе мы его начнём выпускать только через два месяца. На поддержку села в бюджет заложили больше двух миллиардов рублей. Возрождаются ФАПы. Если до прихода Орловой закрыли порядка 30, то в ближайшие годы построят и реконструируют около ста фельдшерско-акушерских пунктов. Серьёзные денежные средства для этого потребуются. Мы в ближайшее время их предусмотрим в бюджете. Но уже на следующий год, вернее на текущий год, на 16-й год, у нас предусмотрено 70 миллионов рублей на расширение сети сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В 16-м году планируется строительство 10 новых зданий ФАПов. Ну и пенсионеров полностью освобождают от платы за капремонт многоквартирных домов. Правда, только тех, кому больше 80-ти. Коммунист Бобров вспомнил о продолжительности жизни и спросил, можно ли такой подарок сделать и тем, кому на 10 лет меньше. У нас вот статистика. Мужчины живут до 64-х лет, женщины до 72-х. Вот по 70-летним, ну просто рассматривая, может тоже сделать 100%. Сколько у нас их? Подсчитывали. 70-летних одиноко проживающих. Мужчин-то почти совсем мало. Не рассматривали такую возможность? Вот ко второму чтению, а? Областные депутаты, может, и рады бы, но возрастная планка федеральная. И двигать её может только Москва. Хотя 70-летние тоже не забыты. Достигшие 70 лет будут получать компенсацию в размере 50%, достигшие 80 лет в размере 100%. Льгота по платежу за капремонт домов распространится на 19 тысяч пенсионеров от 70 до 79 лет и на 10 тысяч пенсионеров старше 80. Компенсировать недоплаченное ими будет областной бюджет, в котором нужно найти дополнительные 45 миллионов рублей. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.